ННТ Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ, новости 24. Коротко о новостях к этому часу. Огонь, я стою. Я же угольник надо. Мужчина, жаривший шашлык, на вечном огне задержан в Дербенте. Их изделия знают во всем мире. Семья Золотых Кузнецов, Магомед Гаджиевых, готовит по дню ювелира новые шедевры. Итоги первенства Дагестана по вольной борьбе среди юниоров через несколько минут. В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на вечном огне. Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на вечном огне и дает советы по правильному приготовлению. Огонь, я стою. Я же угольник надо. Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении. В Кунзахском районе на водопаде Тобот гид разбился насмерть. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что молодой человек оступился и поскользнулся. От полученных травм он скончался на месте. Спасатели Шамильской МЧС подняли тело мужчины из обрыва и передали родственникам. Отмечу, что высота водопада Тобот одного из самых высоких на Северном Кавказе составляет около 70 метров. Сергей Меликов продлил срок режима самоизоляции для пожилых граждан. Он будет действовать до 11 февраля. Соблюдать его рекомендовано людям, достигшим 65-летнего возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. В Роспотребнадзоре республики говорят, что санитарная эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. По последним данным, в Дагестане с начала пандемии зарегистрированы 27 652 случаи заражения коронавирусом, в том числе 88 из них за последние сутки. Умерли 1232 человека. Врачи и медсестры района и центральной больницы Каикента привились от COVID-19. На данный момент уже привито 19 медиков. Еще 10 ожидают результаты анализов для вакцинации. Все вакцинированные чувствуют себя удовлетворительно. Ни у кого не наблюдается побочных проявлений. Напомним, что прежде чем получить прививку, надо пройти ряд обследований. Это тест на наличие коронавируса и общеклинический анализ крови на избыток лейкоцитов и повышение соя. Работа врачей предусматривает ежедневный контакт с больными, потому прививка для врачей и работников социальной сферы и педагогов желательно отмечают в больнице. Аэропорт Махачкалы возобновляет международные рейсы после карантина. Перелеты начнутся с 8 февраля, об этом сообщает пресс-служба компании. Решение о возобновлении авиасообщения с той или иной стороной принимается исходя из критериев эпидбезопасности. Кроме того, на сайте правительства России отмечается, что увеличится число регулярных вылетов в Египет. Их частота составит не более одного рейса в неделю с каждого аэропорта страны. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с директором учреждения Дома дружбы в Махачкале Аидой Алиевой. Они обсудили вопросы тесного сотрудничества для проведения духовно-нравственных мероприятий. Духовный лидер отметил, что взаимодействие станет полезным для жителей республики. Слово «дружба», то, что нам, особенно нам, кавказцам, это очень необходимо. Слово тоже хорошее выбора, имеется в виду, кто это называл. Очень хорошее слово. Тем более у нас Министерство национальной политики, которое всячески старается все, что возможно сделать для объединения. В завершении встречи Муфти вручил Аиде Алиевой благодарственное письмо за вклад в развитие национальной культуры. Сельскохозяйственная ярмарка «Дарыг-Гумбета» пройдет завтра в селе Нижний-Инхо Гумбетовского района. Все желающие смогут по доступной цене приобрести и реализовать экологически чистую продукцию, выращенную без химикатов. В подворьях сел будут экспонироваться предметы быта и иная старинная утварь, и чечелинские кувшины и иные предметы быта. Помимо продукции из Гумбетовского района, на ярмарке будут представлены известные продукты из других муниципалитетов Дагестана. Это знаменитый тлеротинский овечий сыр, компоты и соки Ботлевского консервного завода, сухофрукты из Унсукульского района и многое другое. Для гостей также выступят канатоходцы и танцевальные коллективы. Ярмарка «Дарагумбета» пройдет в соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава. Турмаршруты Дагестана стали призерами национальной премии «Маршруты России-2020». Так, в номинации «Этнографический маршрут» наш проект «Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова» заявал Гран-при национальной премии. Туристический маршрут, пролегая через Хунзахский район и охватывает все самые популярные объекты. А в номинации «Культурно-познавательный маршрут» второе место получил проект «Культура и истории Дагестана» от Дербента до Гуниба. Отмечается, что на сегодняшний день количество туристов, посетивших республику, составляет более 800 тысяч человек. Как и прежде, популярными направлениями остаются Дербент, Сулакский каньон, Гамсутль, Гуниб, Бархан-Сарыкум и Хунзахский район. А 31 января в России и в мире отмечается День ювелира. Идея создания праздника возникла в 2002 году на фестивале в Костроме. А уже в 2008 в Ташкенте было принято решение утвердить его на международном уровне. Дагестан также славится своими ювелирами. Герои нашего сюжета – златокузнецы из села Балхар. О мастерах, создающих шедевры, которые оценит даже английская королева, расскажет Лариана Шамхалаева. Если вглядеться в процесс плетения узора, можно увидеть не просто рисунок, но рассказ о жизни человека, который потом наденет эту вещь. Это изделие оденет девушка, у которого будет счастливая жизнь, богатое потомство. Загедин Магомед Гаджиев – ювелир в шестом поколении. Златокузнец, который учился художественной обработке драгоценных металлов у своего отца, передает сегодня знания и своей дочери Фатиме. Пока девочка интересуется украшениями, отец совершенствует мастерство, работает над вазами и шахматами, сложными объемными композициями. Создавали эти изделия, шахматы с отцом. У нас ушло полтора года. Придумать, начиная с эскиза, зарождалась сначала идея, потом эскиз. Здесь не сразу все дается, конечно, это абсолютно новое направление, создать такую крупную вещь. О главе семейства, талантливом златокузнеце из села Балхар Магомед Гаджиеве знают не только в Дагестане. Его новая эксклюзивная работа – красноречивее любых слов. На уменьшенную копию кареты английской королевы из драгоценных металлов у мастера ушло два с половиной года. Я сделал ее по двум фотографиям. Один где-то с торца, один сбоку. Я не знал, как поворотный механизм сделать, как ресурс делать. Там амортизатор есть, сидение, подсветка. Это моя чистая инициатива – посмотреть, на что я способен. Новое время вносит коррективы в труд ювелира, признаются мастера. Традиционным орнаментом придают пикантности современные мотивы, более уместные в обыденной жизни. Чтобы оставаться в тренде, черпать новые идеи для эскиза, вдохновляться и набираться сил, отец и сын после работы занимаются спортом. Лорианна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Триумфом борцов из Махачкалы завершилось первенство Дагестана по вольной борьбе среди юниоров. Около 400 участников со всех уголков республики оспаривали не только золотые медали, но и путевки на зональные соревнования СКФО. Основная конкуренция по традиции развернулась между вольниками из Махачкалы и Хасавюртом. Столичные борцы шесть раз поднимались на первую ступень пьедестала, тогда как их основные соперники выиграли три награды высшей пробы. Еще одно золото осталось у хозяев ковра – Каспичан. По итогам соревнований по шесть самых успешных спортсменов каждой из весовых категорий завоевали право представлять Дагестан на первенстве СКФО. Турнир пройдет в начале марта в Хасавюрте. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.